Европейские школы за живую планету – так называется международный проект, право участвовать в котором получили учащиеся девятых классов школы номер 8. По условиям проекта в нём участвуют дети от 12 до 16 лет, хорошо владеющие разговорным английским, так как все тренинги проходили на иностранном языке. А чтобы выиграть участие в престижном международном проекте, директор школы номер 8 Олеферинка Лариса Васильевна написала своё введение экологического воспитания в своей школе и в Украине. В город Ильниц, Австрия, поехали директор школы Лариса Васильевна и ученицы девятого класса София Михайленко. Она входит в число активных защитников природы станции ЮНАТО. Больше всего меня поразило то, что участники, разговаривая на разных языках, очень хорошо понимали друг друга, потому что нас связывала единая цель – мы за чистую планету, ведь мы будущие, и только от нас зависит то, что будет дальше. Международный проект создан с целью привлечения детей к всемирной акции «Защите экологии». В нём принимают участие 32 учителя и 32 ребёнка из Словении, Хорватии, Болгарии, Румынии, Украины. Всемирный фонд защиты природы, который находится в Вене – организатор международного экологического проекта. Тренеры фонда обучали учителей и учащихся технологии написания проектов на экологическую тему. Кстати, организаторы акцентировали внимание на выработке активной жизненной позиции по защите окружающей среды. В школе номер 8 – учащиеся постоянные участники городских и республиканских экологических проектов. Мы принимаем участие во многих конкурсах и международных акциях. Это такие акции, как «Экусвит-2008». Мы в нём заняли первое место. Сегодня учащиеся школы номер 8 под руководством своего директора заняты разработкой проекта. До 1 мая участники так называемого мозгового штурма, учащиеся девятых классов, должны представить свой проект в Австрии – введение экологических проблем. Когда мы приехали в город Илмит, который расположен на озере Нидл-Си, он имеет такое же значение, как и наш Измаил, поскольку находится в Бэтленде. А мы все знаем, что Вэтленд – это живая биосфера нашей планеты. И, естественно, в течение недели австрийские учёные, тренеры и представители Всемирного фонда ввели для нас лекции и тренинги. Они были и вместе с детьми, и раздельно, учитывая психологию детей и их уровень владения языком. Пройдя первый этап, заслужив право участвовать в проекте, учащиеся школы номер 8 работают над следующей задачей – написанием собственного проекта. Победители получат возможность поехать на две недели в детский лагерь в Австрию. Наталья Баснар, Юрий Слободяный, Местные новости.